приветствую друзья продолжаем наш перезапуск вселенной что же мы здесь имеем о да много интересного я уже вижу психологическая поддержка например первые космонавты которые приземляться на марсе должны быть психологически выносливы месяцы разлуки с их семьями на земле изоляция могут повлиять на человеческую психику и нам нужна хорошая поддержка чтобы эти исследователи хорошо себя чувствовали начнем с того что скорее всего это вообще будет для первых исследователей билет в один конец так что не то что месяцы это просто глобальное переселение хватит ли у меня да я думаю что у меня хватит на все денег поэтому я открываю оборудование для извлечения ресурсов горное дело не просто когда вы впервые первые люди на планете нам понадобится оборудование для бурения и добычи если мы собираемся собрать богатые геологические ресурсы планеты хаб жилой модуль герметичная среда защиты от солнца радиации и пыльных бурь конечно же нам это нужно исследование микрогравитации время проведенное в космосе плохо сказывается на теле космонавта последствия низкой гравитации для костей все еще изучается и нам нужно будет знать больше прежде чем мы начнем посылать астронавтов в длительные межпланетные миссии или же нам нужно будет строить какие-то модули которые будут имитировать характеристики привычные для нашего организма с привычной степенью гравитации воздухом и так далее и какое-то время люди должны будут проводить именно в этом месте но по-моему сейчас так и и вот кстати я не знаю это фантастика или сейчас все равно реализовано такое то что они же там занимаются на дренажерах на мкс чтобы мышцы не атрофировались окончательно за время смены так биокупол человеческая экспедиция на 30 процентов эффективнее следующий шаг от хаба биокуполы закрытые экологические системы собственно о чем я и говорю если больше исследователей прилетит на марс именно здесь они будут жить завод по производству топлива издалека выглядит как будто бы пчела какая-то сидит на кусочке забыла как называется ну в общем на своих сотах она сидит чем раньше мы сможем использовать ресурсы марса для создания топлива которое нам нужно для космических черноков между красной планеты и землей тем лучше и все марсианский поселок вы гляньте какая красота похож на r2 d2 с каким-то баком на ножках блин а я не прочитала что там написано надо сейчас прочитать почему то вот кстати на этой красной планете он постоянно показывает марсоходы и когда ты космическую станцию открываешь и когда вот марсианскую станцию так нет вернитесь ка я хочу прочитать мы уже не просто исследователи теперь мы колонисты я думала будет поинтереснее описание ну ладно бурение воды чтобы получить доступ к замороженным подземным водам марса мы должны глубоко погрузиться в кору планеты обогащение руды теперь когда мы начинаем добывать природные металлы и минералы марса нам придется очищать их чтобы мы могли превратить их в новые материалы в общем я марс уже захватила в этой вселенной наконец-то наконец-то мое влияние распространяется не только на землю на что у меня тут хватит на гуманоидных колонистов так я хочу сверхчеловека до 100 наверное довести а то сейчас все на гуманоидов и что и где моя награда за 100 сверхчеловеков ладно жмоты какие-то не дают мне награду так ну это уже больше 350 нечего ах на марсианских поселков мне не хватает на марсианские поселки мне не хватает больше идей придется ждать что ж ну экспедицию давайте построим марсоходы о вот за это дали мне награды сейчас пойдем смотреть разумные андроиды просто андроиды за сингулярность нет не дали тоже по какому принципу вы даете за что-то а за что-то не даете давайте посмотрим награды так вот наши наши награды кабум 150 атомных веков создано купальник бикини был назван в честь от того бикини место первого публичного испытания ядерной бомбы которое произошло всего за 4 дня до выпуска купальника я запнулась потому что я думала правильно ли я ударение расставила будем считать что правильно потерянные в космосе 25 провалились из 43 миссий по отправке роверов на марс 1960 года а это баг смотрите здесь должно быть здесь должно быть 100 роверов создано или как они называются да 100 роверов создано они пропустили эту строчку и это начало уже описание 25 провалились из 43 миссий по отправке роверов на марс это нехорошо странно я думаю у них автоматически формируется эти сообщения выходит что нет и 25 человек экспедиции созданы марс там ждет чтобы быть достигнутым бас оудрин достичь звезд да уж права машин сингулярность 100% ооооооо сейчас у меня пойдет сингулярность еще быстрее добыча если машины способны мыслить и чувствовать себя людьми как мы определяем как мы к ним относимся или как они и к нам относятся ну очень сложно я думаю что они хотели что тат喜 je немножко сказать ну ладно Уже 200 тысяч сингулярности у меня, очень хорошо. О, на марсианский поселок хватает, и уже снова не хватает. Блин, а за разумного андроида тоже за 25 не дали никакую награду. Как там динозавр поживает, надо проведать его. Вот тут такое ощущение, как будто бы на гуманоидном колонисте все закончилось. Динозавр все так же в недосягаемости. Как жаль. Прям сердце рвет мне чудовище бесшерстное. Ну что ж, значит, продолжим через небольшую пазу и посмотрим, что у нас появится и что изменится. Ну что, порадуете вы меня чем-нибудь или нет? Давайте, покажите мне новые технологии. Нам все хватает. Производство удобрений. Марсианский поселок на 100% эффективнее. Если мы будем жить на Марсе, нам нужно будет выращивать что-то. Удобрение делает нашу почву богаче, а метан и двуокись углерода, вырабатываемые как биопродукт, ценны сами по себе. О, марсианский завод. Но мне на него не хватает. Ничего, мы сейчас настроим всякого и все будет хорошо. Геноинженерия. Марсианский поселок на 150% эффективнее. Нам нужно будет сменить наши генетические структуры, чтобы сделать человеческое тело более подходящим для жизни в условиях низкой гравитации. И также радиационная защита, долгосрочная радиационная защита будет необходима, поскольку мы начнем колонизировать Марс. Одно из потенциальных решений этой проблемы – подземные живые помещения. И дисплеи вместо окон и ультрафиолетовые лампы вместо солнца. Ну и все, пока им больше ничего не доступно. Тут гуманоидов настроим сейчас. За что-то достижения дали, между прочим. Марсианские поселки, лавровые трубы какие-то. Ооо, сколько достижений повалило-то! Невероятно! Десять штук! Ну там уже кубики Дарвиниума. Точнее, они вроде как прикольные кубики, но мне пока нет смысла использовать, потому что у меня не такая какая-то бешеная добыча. Вон они. Либо взрыв энтропии, который как бы зачем он мне нужен. Идея вспыхного тоже. Десять септилионов. И деформация в будущее на один час. То есть, если большие какие-то производства и срочно нужны ресурсы, тогда стоит использовать. Здесь у нас храм судьбы. 250 неолитических веков создано. Самым старым отдельно стоящим сооружением в мире является неолитический храм Гантия на Гоза Мальта. Третий лучший. 250 бронзовых веков создано. Самое раннее известное морское судно лодка бронзового века Довер, обнаруженное в Великобритании, которое датируется 1500 годом до нашей эры и считается самой старой нетронутой лодкой в мире. Металл с неба. Создано 250 железных веков. Были найдены доказательства того, что древние египтяне ковали предметы с использованием метеорного железа, которое они могли видеть в качестве подарка небесных богов. Так же, счастлив, как свинья в глине. 250 средних веков создано. Фраза «копилка» происходит от старого английского слова «пык», которое относится к типу глины, используемой для изготовления банок, которые будут использоваться для хранения монет. Многие из культур, которые мы регулярно едим сегодня, возникли в новом свете и были завезены в Европу только после его открытия. Такие, как кукуруза, помидоры, картофель, табак, каучук и какао. Рог изобилия – это 250 Discovery Age. Кость создана. Не доперевели. Веков открытий. Так, и кость ноги связана с 250 научных революций. Одним из первых, кто начал проводить вскрытие человека, чтобы лучше понять анатомию человека, был фламандский ученый Андреас Визалиус. Его книга «De Humanae corporis fabrica» на ткани человеческого тела является одной из первых точных книг по анатомии человека. Термин «компьютерная ошибка» был придуман в 1945 году программистом контр-адмиралом Грейс Хоппером. Глючит. 150 информационных веков создано. Сказки из криптовалюты. 150 новых возрастов. По состоянию на декабрь 2017 года было зарегистрировано более 1300 криптовалют, доступных для покупки международными инвесторами. Как ориентироваться в таком изобилии? Красный ровер. 50 человек экспедиции созданы. Марс притягивает человеческое воображение, как ни одна другая планета. С силой, более сильной, чем гравитация, он привлекает внимание к мерцающему красному присутствию в ясном ночном небе. Джон Нобел Уилфорд. И он получил точку. Создано 25 марсианских поселений. Это не принесет никакой пользы, если приземлиться на Марсе. Если мы глупы. Рэй Брэдбери. Что-то... Наверное, что-то другое он хотел сказать. Итак, у нас новое открытие. Экипаж роверов. Марсианский поселок на 75% эффективнее. Поисковые машины позволяют нам путешествовать с одного конца марсианской пустыни на другую. Дорожное путешествие на Олимп Монс. Есть кто-нибудь? Да, меня возьмите, пожалуйста. И... А, это подожди. Лавовые. А я почему-то лавровые прочитала. Что-то мне привиделось. Еще думаю, почему лавровые трубы. Как-то странное название. Вроде бы лавры это растение. И с чего бы такое. Подземные лавовые трубы Марса образуют естественные туннели, которые являются идеальным местом для подземного укрытия. Да, еще бы их лава не затопляла периодически. Продолжение следует... По-моему, все больше 250 уже. За 300 ничего не дают, технологии новые не дают. Ну, ладно. Может быть, за 500 дают технологии новые какие-нибудь. Мода вперед. Создано 250 индустриальных эпох. Ношение черного было очень популярно в английских городах во времена индустриальной эры. Потому что воздух был настолько загрязнен сажей и другими побочными продуктами фабрики, что это создавало густой постоянный смог, который мог испачкать одежду. Ужас! Метеориты на Марсе. 150 роверов создано. В 2005 году марсоход Аппотюнити обнаружил на поверхности Марса железный метеорит. Это первый метеорит, обнаруженный на поверхности другой планеты. Вот и все новости на сегодня. А вы как хотели. Кролики. 250 штук создались. До летучей мыши. Самым маленьким млекопитающим в мире является летучая мышь Китти, носящая свинью, также известная как летучая мышь Шмеля. Она весит всего 2 грамма и всего 1,3 дюйма в длину. Что значит, носящая свинью? Китти, носящая свинью. Титул у нее такой, что ли? Что ж, никаких нам новых технологий. Какие там у меня стоимости-то были? А, да там миллионы буквально. Миллионы. Ну там тысячи еще вон есть, а так потом миллионы. Очень много. Марсианский завод. Вот накопить бы к следующему разу на Марсианский завод. Тут больше никаких ответвлений, я смотрю, и не предвидится. И здесь тоже. Жаль. Очень жаль. Только космос остался. Блин, и что? Это будет все? И это вот все, что вообще возможно? Ладно. Поиграем, увидим. На этом я думаю, что на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. А пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok